Если вы торгуете, например, элементарно пробой уровня или пробой после ложного пробоя, то в первую очередь вы должны обязательно обращать внимание на глубину откатов. Вот именно на глубину откатов. Если глубина отката не очень глубокая, потому что не забывайте одну очень важную вещь. В каждой глубине отката инструменты нужно потратить энергию. Вот смотрите. Это то место, где энергия не тратится. Если идет откат, то не забывайте, что вот этот кусок энергии, вот этот инструмент обязательно, это ЕВНС, энергия, то у нас энергию обязательно нужно потратить для того, чтобы вытащить. Почему? Потому что при любом падении у нас стоит большое количество встречных лимитных ордеров. И когда инструмент начинает возвращаться, он затрачивает естественную энергию. И ожидать, что он сразу сделает вот такой пробой практически невозможно. Очень важный фактор, когда вы учитесь, вы должны понимать то, чего вы ждете от инструмента. Например, инструмент должен пойти, желательно постоять, чтобы он съел все продажи. И тогда на этот инструмент можно обращать внимание. Давайте я вам первое объясню. Вон VVST, это наш старый студент, сказал, что сигнальный ретест не отработал. Давайте я вам объясню одну вещь. Если бы уровни 200% раз отрабатывали, то у нас было бы 100% положительных сделок. Уровень это не что-то железобетонное. Это то, к чему мы можем привязать свою сделку, стоп-лосс и тейк от него. То есть, это наша расчетная база. Но и ракеты взрываются, и самолеты падают, и уровни ломаются. Бывает такое, что все, например... Давайте я вам расскажу одну вещь. Представьте себе такую ситуацию. Инструмент стоит, например, 4-5 месяцев в очень узком канале. Обычно каналы, это, естественно, накопление. То есть, инструмент очень сильно копит. И у нас очень сильно бронебойные уровни. То есть, мы их постоянно касаемся, этих уровней, этих точек. То есть, мы действительно очень хорошо отрабатываем уровни. В какой-то момент, естественно, мы ожидаем, что вся эта энергия должна куда-то выйти. Это, знаете, вот как вы проверяете, представьте себе бутылку. Как вы проверяете, есть ли в бутылке вода, если бутылка непрозрачная. Вы берете бутылку воды, например, представьте себе, что вода темная. Вы переворачиваете, если вы видите, что вода выливается, вы трясете до тех пор, пока вся вода не выйдет. То есть, у вас есть какая-то энергия, которая должна куда-то выйти. В данной ситуации энергия вода. В картинке, которую вы видите, есть очень сильный набор. Если инструмент пытается пробить уровень, то есть, он показывает. Если в этом инструменте нет вот такой вот энергии, все, это хана. Я вам после этого покажу одну акцию, я сегодня ее давал в Pro канале, вернее вчера вечером еще дал до движения и объясню вам ее. Вы должны понимать одну вещь, что очень важный фактор, это нельзя считать, что каждая ваша рекомендация, каждая ваша рекомендация, она будет отрабатывать, запиливаются все точки Виталия. По-моему, это Виталия или Володя, я не помню. Запиливаются все точки, любая точка может запиливаться и на Форексе, и на других инструментах. Например, в данной ситуации вы видите, что инструмент идеально отработал уровень, но мы не знаем никогда прям такое расположение сил, как он отработает. Поэтому что мы делаем? Мы готовы принять ситуацию, где мы получим всего 40% положительных сделок, но у нас приличное соотношение. Для чего еще раз нужны уровни? Уровни именно нам нужны те репорные точки, к которым мы можем прикрутить стоп. Стоп. Это самое важное. И чем сильнее ваш уровень, чем короче ваш стоп, чем сильнее, например, ваш какой-то лимитный игрок. Например, давайте я вам покажу. Есть очень сильный уровень. Вот. Видите? Уровень, относительно которого был, например, проведен ложный пробой. Посмотрите, какой коротышко стоп был. Бывают такие картиночки, например, если вы здесь будете отторговывать евро-доллар, то вы поймете. Бывают такие вот картиночки, видите, с короткими стопами и все. Такие картинки можно отрабатывать. Видите? Мы практически здесь копейка в копейку. У нас лоу 1.17.55, и здесь лоу 1.17.54. Ну, то есть одна копейка. И в таких ситуациях, естественно, можно отрабатывать очень короткий стоп. Задача трейдера, она на самом деле очень сложная, непростая. Но, если вы приведете свой трейдинг к тому, что вы будете искать только очень сильные новости, вернее, очень сильные уровни и очень сильные точки входа, то тогда вы сможете по-простому заходить в менее рискованное тему. Что происходит с вами? Вы заходите во все подряд. Но, если вы будете, например, заходить в что-то вот такое, да, то, где вы понимаете, что есть энергия, да, инструмент может развернуться, мы можем пойти, например, сюда. И у инструмента есть очень четкий лимит, ниже которого нас не пускают. Это понятно, что мы можем пойти вверх с очень коротким стопом. Вот это основная задача, чтобы вы понимали, чем ближе к уровню будет ваша точка входа, раз, чем меньше инструмент пилил этот уровень, два, чем четче лимитный игрок, три, тем меньше будет ваш стоп. Вот если вы возьмете за правило, не будете торговать все подряд, будете торговать только очень сильные сигналы, очень сильные сигналы, у вас все будет хорошо.